Режиссер мультфильма Борис Степанцев не подозревал, что у актрисы, которую он мечтал пригласить озвучить «Фракенбок», вредности окажется даже больше, чем у самой домоправительницы. Сразу было решено, что рисовать «Фракенбок» будут своей Нараневской. Но когда дело дошло до озвучивания, она категорически отказалась. Это всем кажется, что она милая бабушка. Это была очень властная и сильная женщина. Когда она приезжала в театр, все просто прятались по углам. Если кто-то с ней был в контрах, он старался исчезнуть. Потому что если встретишься, обязательно едкое какое-то слово. На «Союзмультфильм» Раневская была в страшной обиде. В 1968 году она озвучила овцу в мультике для малышей «Хочу бодаться». А в титрах народную артистку СССР указать забыли. Это был жуткий скандал. Она крикнула в сердцах, ноги моей здесь больше не будет. В расчете разбудить ее тщеславие, Раневская рассказали, что «Фрэкенбок» нарисовали специально похоже на нее и что это будет полноценной ролью.